Я слышала, что если в собственности несколько земельных участков, то существуют некоторые льготы при уплате налогов. Подскажите, кто попадает в категорию льготников? Да, изменения произошли. Касается налоговых льгот по земельному налогу для физических лиц, для определенных категорий граждан. Для льготных категорий граждан налогом не облагается 6 соток земли. Необходимо отметить, что правом на применение налогового вычета обладают определенные категории граждан, такие как инвалиды первой и второй группы инвалидности, инвалиды детства, ветераны-инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны-инвалиды боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации. И законом 436 ФСД к данным категориям лиц добавлены пенсионеры, получающие пенсию, установлены пенсионным законодательством. Речь идет о любых пенсионерах, а не только о пенсионерах по возрасту. Важно иметь в виду, что уменьшение налоговой базы будет производиться только в отношении одного земельного участка с максимально исчисленной суммой налога, либо по выбору плательщика. Например, если пенсионер имеет в собственности три земельных участка, то налоговый вычет будет применяться только в отношении одного из них, остальные будут облагаться земельным налогом в полном объеме. И налогоплательщики могут самостоятельно выбрать земельный участок для применения налогового вычета. Для этого необходимо подать налоговый орган соответствующие уведомления. За 2017 год такое уведомление необходимо было подать до 1 июля 2018 года. После этого срока уточнить уведомление, поменять участок нельзя. Если же в налоговый орган такое уведомление не представлено, то налоговый вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой земельного налога. Хотелось бы напомнить, что по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц изменения по льготам на 2017 год не установлены, а льготы остаются прежними. И также напоминаю, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц установлен позднее 3 декабря 2018 года. Ссылка налоговых уведомлений на уплату налогов будет осуществляться в сентябре-октябре текущего года.